И Сына, и Святаго Духа, вечером за ужином, Господь Бог наш Иисус Христос после Своего воскресения задает апостол Петру вопрос, любишь ли тремя, паче сих. Отвечает ему Петра, ей, Господь, признаешь, что я тебя люблю. И повторяет этот вопрос три раза. Даже потому, что скромился немножко апостол Петру, почему же три раза Господь? Задает мне тот же самый вопрос. А потому, что этим самым Господь очистил его троекрами от отречения от него в ночь, перед его распятием. По новым образом, всемилостивый Господь устроил так, чтобы спасение человеческого рода исходило бы именно от женщины. Исполнив эти первые пророчества, когда, извиняя дама Евы из рая, сказали всеми жены, в соответствии, в лобу змеи. Змея, который крестил женщину, которая вела в мир грех, а грехом смерть. А теперь, путем этой же женщины, Господь вводит прощение, спасение и жизнь вечную. Это и есть значение в Рождестве и Богородице. Воистину, Церковь радуется, потому что весь мир радуется о Твое прождестве. Потому что из Тебя, Васья, Солнце и Правды, Христос Бог наш, упражняющий смерть и дрова, чтобы нам жизнь вечная. А эта жизнь вечная приводится нам не по нашим заслугам, а по заслугам Ее Божественного Сына. Потому что, интересно, как праздник Рождества Христовой Богородицы чуть не приурочена, несколько дней спустя, в Великую празднику Господня Господня. А я даду тебе, несмотря на то, что праздничный, в то же самое время Великопостный, в память крестных страданий Спасителя нашего, каким путем и мы ее приобрели в Свое Спасение. Действительно, как сказано в Песнопене к Отбивании Иоанна Баскина, какая же тезиска сладость пребывает печаль непричастна. Ибо лишь, что мы радуемся о рождении Божьей Богородицы, зная, что из меня выйдет Господний Бог наш, Спаситель Иисус Христос. Но каким путем и какой ценой будет оправдан наше спасение, это спрашивает даже и Бог. Но мы радуемся тому, что она родилась, радуемся тому, что Он родился от дня, радуемся тому, что Он был растен на кресте, радуемся тому, что Он воскрес в третий день, радуемся тому, что начало всего этого дела, неиспасительная наша мысль, так сказано в стихе сегодняшнего праздника, как раз и есть. Потому что именно от Пречистой Богородицы, от рода человеческого, пришла Мать, Сына Божьего, Сына Всевышнего. Господь так устроил. Потому что если мы созданы по образу и по роду Божьему, так и должно быть и Божественное, и человеческое в нас. И этим путем, садив Пречистой Богородицы, Он взял самое лучшее всего человечества и дал Своего Титрового Сына родиться от Нем, ради нашего спасения. Итак, братья и сестры, возрадуемся на этот день, воист на рождении этой Пречистой Девицы, чья жизнь была весьма нелеговой, подвижнической, но скромнейшей и спасительной. И возьмем пример в нее, исполнив свое служение Господи, какого-то служения будет по Его Святой Боли. И в таком числе, что Великой Тернуле, в образе Болиусе, в И alla� into 들고 белых, до верности Болиатого, в쁨 volts на самом снег,енили околны нами все desprios. Из добраю Автом, сvak generosity белые долларов, в северной инспектории, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Яким и Амнан ДимаTorzok